На улице Революционной кипит работа, пар стоит столбом. Дело в том, что здесь горячей асфальтовой смесью заливают ямы на дороге. Технология простая. Сначала ямки придают правильную геометрическую форму глубиной 5 сантиметров. Затем из нее удаляют воду и грязь. В финале заливают специальный раствор. Самое быстрое – через полчаса по уже ровной дороге можно смело ехать автолюбителям. Чем больше форма ямы, грубо говоря, там 2 квадрата, 3 квадрата, то она, соответственно, до часа доходит до застывания ее. А если меньше, то, конечно же, она застывает быстрее. Мы ее, конечно, стараемся огородить каким-то механическим способом, потому что она горячая, потому что колесо проедет, грубо говоря, и она сразу ее все выталкивает. И поэтому необходимо, чтобы она хотя бы загустела. Технология позволяет это делать в такую погоду. Аварийный ямочный ремонт можно проводить уже при 10 градусах мороза. В первую очередь будут приводить в порядок улицы Революционная, Белорусская, Нагорная, Вольская, Тухачевского, Ракитовское шоссе и путепровод на физкультурной. Такую задачу поставила глава города Елена Лапушкина. Предприятия, которые обслуживают дороги в рамках заключенных контрактов по содержанию, приступили к выполнению работы по аварийному ямочному ремонту, льтоем с ортопетонной смесью. Всего у нас до конца марта в планах выполнить ремонт почти 11 тысяч квадратных метров. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, муниципальные контракты на содержание уличной дорожной сети, в том числе проведение аварийно-ямочного ремонта, заключены со специализированными организациями еще в декабре прошлого года. Благодаря этому, как только позволили погодные условия, стартовал данный вид ремонта. В переходе с зимнего периода на весенний происходит большое количество переходов через ноль. Переход через ноль – это такой строительный термин, подразумевающий под собой перемену температуры с положительной на отрицательную. Днем тает все, образуется вода, вода попадает в ямы, ночью она замерзает. Все знают принципы льда, что лед имеет свойство выдавливать, то есть разрушается фактически из маленькой какой-то выкрашенной, это превращается в большую яму. За смену, по крайней мере, до сегодняшнего планируется выполнить, снять аварийность примерно на этих улицах на площади 250 квадратных метров. Пять мобильных установок по заливке асфальто-бетонной смеси сейчас работают на дорогах города. Большинство ям заделают ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Но где участки требуют немедленного вмешательства, ликвидируют ямы и днем. Ремонтные организации и асфальтовые заводы к работе подготовились заранее. Как только погода позволила, городские дороги немедленно оккупировали ремонтные бригады. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok